СДЕЛАНО В ВЕТКИ Дмитрий Нагиев, Филипп Киркоров, Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко, музыкант Владимир Лёвкин, актриса Яна Поплавская, Вин Дизель, Джулия Робертс родом из того года, писатель Дмитрий Быков. В общем, мы продолжаем наше историческое путешествие. Весь архив есть на сайтах kirova.ru, на нашем YouTube-канале. И аудио, и видеоверсии. Мы идём прям по годам. Напоминаю, и сегодня мы добрались до года 1967-го. Когда наши видеоверсии обретают популярность, я с удивлением обнаружил, что выкладывают в соцсетях, в частности, в одноклассниках. Смотрю что-то знакомое. Да, боже мой, это... Это ж я в кадре, да. Ну, это радует. Любопытный год, 1967-й, да. Очень любопытный. Потому что, получается, в этом году люди, родившиеся в этом году, отмечают, отметили или ещё отметят, год-то ещё впереди, свои 52-летие. Псалаги, как вы сказали, да? Я уж в третьем классе учился, в 37-й школе. Но вообще-то великолепный год, очень плодотворный, очень плодовитый, не только тем, что родились эти все симпатичные люди, но вот если бы можно было там тремя-четырьмя словами этот год весь охарактеризовать, то это, конечно, make love, not war. Делай любовь, нет войне, потому что уже в Америке были хиппи, было движение цветы жизни, помните знаменитые фотографии, когда в стволы наставленных автоматов или винтово вставляли цветочки хиппи и призывали миру. Пис. В Итаях он войбинный, в Америке и хиппи, в Европе потрясение, в Советском Союзе 50 лет революции, но радовало то, что, естественно, даты надо было отмечать, и в Ирэве тоже было много-много свершений. Ну, а так, конечно, нельзя не отметить, что год был очень музыкальный, не зря даже, ну, вот выросло послевоенное поколение, которые родились в последние годы войны, после войны, которые просто радовались жизни, которые ненавидели войну. Вот поэтому, и, соответственно, настрой был, ой, это год был фееричный, ой, радостный, вот все слушали музыку, новое течение в музыке, и радовались, плясали, даже Лондон, даже консервативный чопорный Лондон этому году получил прозвище Свингент Лондон, то есть танцующий, пританцовывающий Лондон. Ну, естественно, главное событие года, это 1 июня, вышел самый знаменитый, самый легендарный, который многие считают альбомом номер один в музыке, это Битловс и Саджант Пеппер, словно ли Хацла Бенд, оркестр клуба, сердец сержанта Пеппера. Ну, вот я ночью читал, не мог остановиться историю создания этого альбома, но я мог бы всю передачу рассказывать, но отсылаю вас в интернет, это очень интересно. Можно найти, легко найти. Да, тем не менее, Скотт Маэнзи спел тоже свой гимн хиппи, это If You Come to San Francisco, Флойд выпустили дебютный альбом, звучали великолепные группы, вообще, вот, по-моему, лучше в музыке было написано в это время. Это как раз конец 60-х, да? Немногим позднее. Ну, с другой стороны, кто-то цветы предлагал военным, где-то что-то не могли поделить, конечно, в мире была знаменитая шестидневная война Израиля с Египтом, при этом СССР поддержал Египет, на чего-то надеялись, но моментально, конечно. Конечно, не буду тут вдаваться в подробности, но за шесть дней государство, Египет потерпело полное поражение, Иерусалим, там, стена плача, все, отошли Израилю, получили они контроль над сектором ГАЗа, ну, СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем, вот, в этом году появился термин «Израиль с Эвоенщина». Можно вспомнить знаменитую песню Галича «А мать, говорю, женщин, что я за мир», ну, и прочее. Ну, вот тоже читать очень многое интересно про эту шестидневную войну, мало фактов, которая сейчас, ну, забытая вещь, хотя и в песнях, в стихах осталось, но вот, говорят, у израильтян были штрафные женские батальоны, и надо было идти на штурм, их-то там опов противник, и поэтому дамы, женщины, они раздевались и шли в Атау, в купальни, а мусульманам, египтянам нельзя было смотреть на голое тело, они стрелять не могли, потому что зажмуривались или отводили глаза, вот, правда, неправда, но это не знаю. Ну, тем не менее, вот, опять же, до сих пор встречаю в нашем городе май из портретом Че Гевары, сейчас это символ их-то полуподпольных комсомольцев, и же с ними, но вот в этом году был, конечно, в Боливии вычислен и убит, а почему убит? Ну, что-то, эспорт-революция, это вот человек, который пытался баламутить страны, всюду создавать, и это новый аппарат, и поэтому был вычислен в горах Боливии и застрелен. Вот, в Греции полуподпольный Папа Допулос устраивает военный переворот и устанавливает режим черных полуподпольных, который тоже ругала советская пресса. Это, наверное, после Израильской военщины черные полуовни, это в 67-м году, это были две самые жуткие пугалки, это сейчас там, не знаю, Госдеп там, НАТО и прочее нынче и рядом не валялись. Но в Америке тоже неспокойно, с одной стороны хиппи, с одной стороны уже фестивали это проходят, а с другой стороны, это Мартин Лютер Инг, борец за права, призвал всех черноожих американцев развернуть кампанию массового гражданского неповиновения. Вот ведь статьи-то, экстремизм на него не было, но потом все равно с этим Мартином... Ну, слава богу, что это было 52 именно года назад. Ну, обострилось у нас, конечно, и отношения с Итаем даже на предприятиях города. Я помню, по воспоминаниям ировчан были, ну, не то чтобы по типу 37-го года, но и это мероприятие осуждающего. Ну, на что настраивали-то людей? На что настраивали, проводили политинформации, лекции о том, какой плохой и вредный Итай. Вот я говорил, что год назад выселили, выловили и выгнали из страны всех Итайских студентов в отместку Хунвейбины, что, в принципе, в переводе означает «расные стражи», ну, то есть, уровня ПТУшников, подростков, там у нас говорил глава-то наш, всего, с пониженной социальной ответственностью, а там скорее были зомбированы. Вот шествие зомби, смотришь на фотографии этих Хунвейбинов, это действительно шествие зомби, это мутные глаза, отрытые рты, цитатни, иммау в руках, какая-то униформа в рванье, что-то идут, бьют интеллигентов там. И Хунвейбины в этом году блоировали посольство СССР, блоировали самолеты со специалистами из Союза, которые летели транзитом из Вьетнама через Итай, блоировали даже и пытались ворваться в посольство Франции. В общем, до Мансова оставался один год, отношения крайне были напряженными. Но, тем не менее, Итай это все достало, вот эта вся ханалия разнузданных Хунвейбинов, поэтому военные пытались взять ситуацию в свою руку и объявив в Пиине военное положение, чтобы вот эти банды молодчиков, говорила советская пресса, немного поставить на место. Вот, ну, продолжалась война во Вьетнаме, которая тоже ругалась и пользовалась советской пропагандой в качестве образа, сочетания отрицательного образа американской жизни. Хотя уже все понимали, что уже слишком все заходит, НСА не видно, даже президент Джонсон призывал приоритет бомбардировки Вьетнама, но, тем не менее, вот война продолжалась. Собирали, я уже говорил, что в школах Вьетнамским детям русские учебники и в портфелях, и отправляли со всего Союза. Катастрофа года. Либерис и Тан-Иран. Тори-Эн-Йон сел на мель возле берегов Англии. На поверхности моря огромное пятно 260 квадратных километров. Ну и вторая трагедия года. Это, конечно, катастрофа нашего корабля «Союз-1», точнее, спускаемого модуля. С него не раскрылся парашют, и погиб осмонавт Амаров. Он рухнул просто на землю. Было печально. Я помню этот момент в пионерлагере, когда даже все встревоженные пионеры подействовало, что всегда было «Ура!» радужно и весело. Осмос там, освоение. Хоть и вчера прочитал, что Гагарина запустили в Осмос, чтобы пормить собачьих. 24 апреля Владимир Михайлович Комаров погиб в 67-м году. Ну и вот тоже говорить, что не было атастроф в СССР, а сейчас дома взрываются, рушатся от газа. Ну вот в том же 67-м году в Москве на улице Осипен рухнул пятиэтажный дом, похоронив под развалинами 147 человек. Были и в СССР техногенные атастрофы. Вот, конечно, о причинах не сказано, но любопытно, что же такое могло быть. Ну ладно, достаточно о атастрофах. Еще чуть-чуть пробежимся по событиям 67-го года. Многие, вот что основалось, и ровчан, которые родились, может быть, чуть раньше, году в 50-м, и были призваны в армию в 67-м год, считается датой зарождения. Вот второго всплеска, первая была после войны, когда солдаты воевавшие столкнулись с призывом не воевавших, дедовщина. А в 67-м году были уменьшены сроки службы в армии, то есть в сухопутных войсках, вместо трех два года, на флоте, три вместо четырех, и вот пришло следующее. Леонид, которая служила на год меньше, то... То возникли определенные трудности, мягко говоря, да? Да, трудности возникли, да, год потом сделали, но тем не менее. Ну, я так понимаю, что пытались чем-то отметить 50-летие революции, и в стране, и в Ирове. Ну, в стране чем пытались? Ну, стройками масштабными. Да, стройками начали строительство волжского автомобильного завода в Тольятти. Это еще не объявлялось ударный комсомольский строй, это позднее было с Амазом, с БАМами, с прочими, но тем не менее строили. Конечно, в этом же году ФИАТ получил, ФИАТ-124, по-моему, получил статус автомобиль, титул автомобиль года. Вот, он очень выигрышно выглядел, конечно, вот наше... Для того времени, да, безусловно. ...на фоне всех автомобилей этого времени, и вот готовились, готовились. Позднее, конечно, все началось, и появились у нас гораздо позднее, но в 67-м уже шло строительство. Ну, еще можно отметить, что Светлана Аллилуева, дочь Сталина, обратилась в американское посольство в Дели, в Индии, с просьбой предоставить ей политическое убежище. Тоже был такой шок для советского руководства. Ну, вот, все-таки переходим к нашим событиям. Радовались и ровчане, и я тоже помню смутно, вот, реакцию родителей, что все-таки в 67-м году, ну, надо же было отметить, что за 50 лет революция у нас достижения, у нас неэксплуатация, все. И вводили пятидневную рабочую неделю с двумя выходными. Субботы, вот, до 67-го года все были рабочие. Вот, представьте, как было времени. Как люди отреагировали на это нововведение? Радостно, безусловно. Вот, да, еще о дедовщине не упомянул, что раз сроки убавили, солдат было мало, начали призывать судимых в армию. Это тоже, конечно, дедовщина подействует. А сейчас это недопустимо, да, под действующим правилом, да. Ну, и вот, а из обещаний там было, что 50-летию революции выходит постановление, ПСС, это партия была водящая в стране, и Совета министров, это правительство было СССР. Называлось оно «О мерах по дальнейшему повышению благосостояния советского народа». Это говорилось об увеличении зарплат, пособий и пенсий, увеличении отпуска и снижении налогов. Забегая вперед, хочу спросить, реализовано было постановление? Нет, частично было. Я думаю, откуда это взялось, вот эти обещания современности, почему они не исполняются, это традиция, видимо. Да, кто у нас с Олковой обещали, там, в 2000 году жилье каждой семье обещали, что там еще обещали, коммунизм, к 80-му году обещали. Традиция, русско-национальная традиция, точнее, не русская, это властей России, их традиция обещать, обещать. Больше-то чего им делать, вот и обещать остается. Мы вам обещаем, обещаем, вам все мало и мало. Ну, тем не менее, нет, ну, что-то все равно происходило, может быть, и это подвиж, и там. Ну, вот в Москве начали строить Астанинскую телебашню, за основу взяли перевернутый цветок лилии, это было вот по тем временам 540 метров, это самое высокое сооружение в мире. В мире? Или в Европе? В мире. Параллельно строили в Берлине телемачту, но вот Астанин, там строился одновременно телецентр, вначале все это хозяйство хотели строить на Воробьевых горах, но, тем не менее, там комплекс был здоровенный, вот Астанин, это не самое высокое место в Москве, но вот строили там, все это освещалось, вот этот ресторан «Седьмое небо» и будущий, еще он не был построен, и, конечно, вот было очень любопытно, а чем в Ирове-то это основалось, отразилось. Начали с «Седьмого года» с запуска Амастанина принимать вторую программу телевидения, то есть уже заработали переключалки, которые, вот, например, у людей там старых, не было сил на тех телевизорах переключать. Монополия кнопки номер один была нарушена. Да, сам пультом в семье начал работать самый младший, который после подзатыльника летел с дивана и переключал на вторую программу. Ну, вещание было маленькое, не так, чтобы уж там целый день, часа четыре, вот вторая программа была, но, тем не менее, был прогресс, и в этом же году, в «Седьмом», у нас Ленинградз и завод имени Азицкого начал производство цветных телевизоров «Радуга». Это были огромные ящики и неподъемные, вчетвером вот их унести на верхний этаж было очень проблематично. Вчетвером? Вчетвером, потому что это огромное. Вот, я уже говорил, что в США уже телевидение цветное вошло в быт в Англии, Германии. Оно начало массово развиваться в 67-м году, в России появилось в 70-е с жемта, но нельзя было отставать. Начали производство цветных телевизоров, и я отвлекусь, опять же, не могу не рассказать, связана легенда с этим, что, ну, нельзя было отставать, тем более в год 50-летия, там, октября, и отправился наш какой-то пароход в Канаду. Видимо, торговое представительство на выставку какую-то все, и надо было, вот, видимо, они заранее протрубили, что у нас есть цветные телевизоры. А на деле очень все было в сыром виде, еще разрабатывалось, но, видимо, дело было на антролляж самом ЦА, инженером приказали, а, по пути, да, соберете, они приинули, а телевизор копировали с французского аппарата, приинули, если... А, вот я хотел спросить, это самостоятельная разработка была, или все-таки что-то брали за основу? С французского, да, все-таки? Инженеры приинули, если брать аналоги деталей наши вместо французских, то телевизор цветной получится размером с вагон. Это никак там. Тем не менее, угрозами, запугиванием, обещаниями, посулами, всеми способами попытались добиться, чтобы, ну, хоть что-то. Уже проданы, понимаете, уже проданы, это же международный скандал. 50 телевизоров продано в Канаду. Тем не менее, там что-то часть собрали, но они тут же перегорали, разверт, пропадало все это. И в итоге, да, уже почти входили в порт, говорят, один, один, хоть из французских деталей, но чтобы один работал телевизор. Ну, один сделаем за ночь. Последнюю ночь вот один телевизор, работающий с французскими деталями, сделали. И, значит, когда этот пароход разгружался, то очень осторожно ран в порту поднимал огромный антеннер с якобы советскими телевизорами. И в самой высокой точке подъема внезапно этот антеннер оторвался и грохнулся. Анада выплатила неустойку. Я думаю, что потом и этого рановщики обезбедно живут. И в настоящее время. Да. Случай помог. Один телевизор поставили на стенд, мне показали, что внутри и детали, и вот у нас есть советский цветной телевизор. А умные люди запасались проб. Видимо, еще была возможность, что надеялись на цветное. И в Иреве вот упали. Интересно, сейчас-то действующий аппарат «Радуга» можно найти? Можно, можно. Вы увлекаетесь? Даже, по-моему, в музее Вятского госуниверситета есть «Радуга», не знаю, того первого выпуска, но цветной телевизор «Лампа-Радуга». Вот я с трудом его передвигаю по музею, но он имеется в хозяйстве. Ну вот. Ну, первый переходим или у нас уже. У нас есть еще пару минут до рекламы. В принципе, еще можем какой-то сюжет еще и затронуть. Вот сюжет перед эфиром спросили, а убирался снег в городе в 50-67 году. Ну, а убирался. Во-первых, во дворах были дворники. Они дворы чистили идеально. То есть все хрущевки, все вот эти, Сталин, во дворах были убраны, и тропин, и гор, и построены, и все. Когда сил двора не хватало, организовывался субботник. Обычно делалось, с весной выходили все мужики, вооружались там ломами и прочим, и гребли. А остальные вот, ну, центральные улицы чистились. Движение было неинтенсивное, поэтому даже днем вот у нас... Уборка-то механизированная была улица? Была, вот были-то и машины с ими, знаете, крутящимися лопастями, которые сгребали снег. Вот они и днем ползали у нас у школы, помню, ну, обычный толстячок какой-то был, и хулиганы у него портфель забросили на этот снегоуборщик. И он поехал вверх, упал в самосвал, и потом шофер этого самосвала вылезал и сказал, в сугробе портфель почему-то этот момент запомнился. Ну, мы стояли и смотрели. Они еще были маломощные, потом уже стали побольше, но убирали. А ведь представьте город, все улицы в 67-м были не асфальтированы, это вот центрально, Орла Марса, там Тябрьск, а вот там Свободы, Дериндяя, Орла Липнихта, что там еще, Володарск и прочее. Ну, масса, да, в центре города этих небольших улиц. И сельхозинститута смотришь, вот это Маклина, метров 10 асфальт и дальше грунтов, а деревянные тротуары, частные дома. А в частных домах там было дежурство по неделе, называлось Твоя неделя, вот откуда Миле и Миле, и поэтому вот этот дежурный на неделе, он в его обязанности входил очистить и тропин, входу в дом и тротуары деревянные перед домом, поэтому вот даже где был частный сектор, ну, проезжую часть, конечно, не поливали. Зимы вот всегда были белыми, вот такой грязи от этих соли, реагентов не было, но что-то, видимо, посыпали все равно, потому что и троллейбусы ходили, и все это было. Ну, песочек. Тем не менее, город был поменьше, контролю было побольше, да и заводы чистили снег, я думаю, что в Авральной, и это, вот чего ругают, какой-то город, где училы выгнали убирать снег в мешки. И это, конечно, маветон, но я думаю, что ничего страшного не было в 67-м году, когда, например, после обильных снегопадов студентов того же там будущего университета или там сельхозинститута, пединститута выводили с лопатами, и они у своего корпуса идеально чистили. В добровольно-приморительном порядке. Вот, а теперь нет их помощников, и поэтому, вот, говорят, глаза боятся от АДЖИ и делают, то есть убирают у нас не ТАДЖИ, но тем не менее. Ну, все, реклама. Да, давайте на рекламу. Евгений Питунин, историк, краеведор, руководитель Музея Вятского государственного университета. Мы сегодня качаемся по волнам, так скажем, 1967 года до нашей памяти. Вернемся через полторы минуты. Сейчас поинтересовался как раз, да, в перерыве Евгения Альбертовича воспоминаниями о своем девятилетнем детстве, 67-й год, да, горки, лыжи, клюшка, драповое пальто, шапка ушанка, да, и бегом, и бегом на улицу в эту зимнюю фору. Да. Ну что, продолжаем о том, чем жил город 52 года назад, все это перемежая своими воспоминаниями, безусловно, личными. Продолжаем. Поближе к микрофону, да. Ну, хорошее было время, особенно когда тебе 9 лет, когда ты успешно закончил четверть, когда зима, когда, в принципе, их забот, развлечения были. Или драповое пальто с воротником овчинным, шапочка, может быть, даже искусственный мех с опущенными ушами вален, и люшка за рубль 16 эпи рывая для мяча. И во двор, и на подобие хэйной площадки, которую льдом не заливали, а по снегу бегали на вален, гоняли в хэй, играли мячом, или на гор, ну, в принципе, или в войну зимнюю играли. Домой, вот, не знаю, у детей, наверное, пропало это впечатление, когда приходишь домой после зимнего, так сказать, мациона, и у тебя начинают оттаивать руки, ноги, начинают щипать пальцы в валенах ты весь снегу, тебя родители домой не пускают, потому что выталкивают на площадку, и веникам, веникам пытаются отряхнуть. Вот такое вот было детство. Ну, само отмечание, вот, я не помню, 50-летие революции, вот, немного позднее был юбилей Ленина, там уже что-то было, а где-то, видимо, что-то отмечалось, давали премии, все, ну, вот, интересный факт, что было какое-то шоу на, шоу тогда слово не применялось, представление на стадионе трудовые резервы. Видимо, оно было летом, ну, обычно что-то там, может, на революционные темы, может, там, и это, но для стадиона это закончилось плачевно, потому что в процессе этого представления вытоптали весь газон, и руководство трудовых резервов написали петицию с просьбой запретить и не проводить, но власти этому не прислушались, что, в принципе, и привело к трагедии следующего года, взрыву трудовых. Ну, я говорил год назад, в 66-м, что все было, даже, что и строилось приостановлено, и было приурочено, конечно, юбилею вот этого октября. Революция или переворота этому нравится. Самое заметное событие, наверное, это все это и запуск гостиницы Вят. 67-й год, вот, строили ее не так долго, в отличие от цирка, который строился десятилетиями, построили за три с половиной, ну, максимум за четыре года. Вот, строили всем городом, строили заводы, строили студенты, школьники, благоустраивали территорию, вот, вписалось типовое здание. А чем обосновывалось, кстати, строительство? Во-первых, надо было сделать лицо города, во-вторых, у нас, конечно, одна гостиница центральная, она заметно уже отставала. От современных требований. Все было регламентировано, все было по мелочам. В каждом городе, например, с населением 500 тысяч человек должно быть столь, это гостиница, если он имеет статус областного. И на театры строились, ой, это архитектура, а если райцентр, то, конечно, архитектура была поменьше и попроще. Вот, взяли такой проект 61-го года, вот, ну, говорят, что еще чуть ли не 21 гостиница, это у Атипа у нас есть в стране, но у нас все это ее чуть-чуточку... Видоизменили первоначальный проект, да? Изменили и вписали вот на склоне, и все... А почему, кстати, именно это место выбрали? Известно? Российское место, и Темский проспект, он же был узень, и в 67-м году его планировали расширять. Уже был построен магазин, где вот был Дом Раде, дальше вот туда... А, ведь пруды-то ведь позже появились. Пруды позже, но это все уже было в проекте, тогда не было пруда, а был глубоченный овраг. Деревня тут рядышком, это Соловьевская. В большом овраге протекал ручей, и все катались под санва с гор, там, на лыжах. Самый смертельный номер был это. Съезжали с горы, а потом строили трамплин, и ручей был примерно метр, а то и больше. Вот с этого трамплина, самое отважное, через ручей, он не замерзал. Зимой перепрыгивали, а все остальные бегали по парку на лыжах, строящихся, перманентно строящегося цирка, то есть бесконечно. И вот представьте, в выходные дни на лыжне было такое оживление, что втиснуться между лыжниками было проблематично, надо было ждать. Разрыв будет, чтобы... Ну, мы в основном с гор катались, вот эту гостиницу строили. А чтобы отличилась она, вот сделали это знаменитое с граффити, с такой вязкой барыней, которая в кошнике встречалась. Сейчас это все замазали, и она была такой доминантой, она расила Тепс и проспект, она отрывала все наборы открыто про город Иров. И вот все это хорошо звучало, они построили вот это недоразумение из стекла и железа, вот смотрится, и сплен, и под названием бывший Хилтон, сейчас не знаю, конечно, весь вот этот комплекс заметно испортился. А верхнего пруда тоже не было, строили гостиницу, там была Слобода Соловьи, вот Соловьевский парк название. Так-то он, ой, это у нас имеет название официальное, но Пойдем Соловьев, вот раньше назвал, теперь это название умерло немного, и тем не менее... А парке имени Кирова мы говорим сейчас, да? Кирова, да, а в верхней части просто были-то и возле домов, сохранившихся вот чуть в сторону от диорамы, были деревянные желобать, а вот вода Родникова и Бабы из этой Слобод и белье подоскали. Набирали и полоскали, да. Вот сейчас каждый раз предупреждают, что не берите ни в коем случае, там вода, она непригодна. Построили гостиницу на 214 номеров, вот есть вся история ее строительства, это у нас происходило, это можно посмотреть на сайте Одноклассни, и страница Вятка фото-видео-архив, вот, страница Атябрьский проспект. Ну, еще тоже вы там же увидите легендарное, знаменитое открытие памятника Ировчане фронту, то есть установку Т-34 на Атябрьском проспекте, то есть совершили год назад, открыли памятник Ирову, возле будущего цуга гостиницу, и сейчас вот в 67-м году отрылся танк. Ну, там на самом деле у нас в Ирове 34-е, в принципе, не делали, не ремонтировали, взяли наиболее такой яркий символ минувшей войны, установили на постамент, сохранились фотографии, когда море народу, машины, узов, это люди чиновные, произносят речи. Безусловно, надо понимать, что эффект тогда был достаточно такой большой, потому что воспоминания свежи были, да. На мой взгляд, очень не хватает вот дополнить его. Вот есть еще отличный памятник, Атюша, на базе автомобиля ЗИС-6, на территории завода 1-го мая. Вот его мало кто видит, его бы вытащить и поставить на бульвар, и на бульвар, снова танк в одну сторону. Это потом уже там танк стал обрастать анекдотами, что, знаете ли, да, там стреляет этот танк и прочее. Тогда, вы знаете, он полюбился всем, вот даже специально люди ходили смотреть. И в скором времени, не помню, в этом году или через это время, начался знаменитый сериал «Четыре танкисты и собака», и на танках просто все свихнулись там. Самая популярная игрушка была танк, и вот мы с этими игрушечными танчами ездили специально по Октябрьскому проспекту, и мы залезали на постамент самому танк, вот там бегали там вокруг этих гусениц, там злобная бабка не прибегала и не орала, что убираетесь. А что там, вреда не было? Ну, кто-то упасть, конечно. Ну, кстати, ходят слухи, я уж не знаю, как сейчас, но раньше, по крайней мере, наша 34-ка, она вполне себе дееспособна туда, солерки залей, она еще послужит. Но он и сейчас-то неустаревше смотрится, вот в других городах как-то там есть, но они вот так харизматичные настрелки, вот чтобы проспект, вот бульвар завершения, очень логично и правильно в 67-м поставили. А еще один памятник ведь от Русы. Вот кто угадает, вот сейчас вот слушатели напряглись, вот и думают, что же, вот вечный огонь. В 67-м году, да. Завершили такие, да, в этом году? Да, это уже было 9-го мая. Строительство. 9-го мая. Перед этим был памятник Сталину небольшой, но он был не совсем на месте вечного огня, а ближе, вот по улице Московской тогда, Омунной, вот примерно метров на 300, ближе сюда, вот по срезу. Ближе к Казанской, конечно, да? Да, да, да. Домов вот его снесли, причем не в 53-м, а где-то, по-моему, в 56-м году демонтировали, и вот оставалась незавершенная вот эта улица. Я даже смутно помню, что еще вот были смей, и была эта грязная площадка вот на месте этого вечного огня, но тем не менее открылся, и тем образом вот и улица, одна из центральных, получила завершение, то есть уже логичным стало гулять вот до набережной, дальше, конечно, на... Потом поворачивать. Ну, поворачивать там особо не повернешься, это сейчас возной проход по набережной, в Александровский сад, ротонды, на мосте и дальше туда. В 67-м, ну, дома, заборы были деревянные, что и вот с правой стороны ограждающий обрыв, это напротив домов на лево от вечного огня, на север от вечного огня, а дальше были руины вот этого сооружения Жанского монастыря и высокий забор с запертой калиткой. Все, хода нет. Да, а почему забор, чтобы на танцы люди в Халтуринский парк проходили цивилизованно через проходную с билетиками. Да, покупали билеты, да. Поэтому отрывали в 11 часов, когда танцы заканчивались, отрывали вот эти ворота литку, и люди топали с танцев где-то в 11-летними теплыми вечерами, шли по набережной мимо вечного огня вниз по деревянной лестнице, идули на пляж на плавному мосту, упаться дальше вот для молодежи 60-х. Вот было такое развлечение, сохранялось это все до 70-х, наверное, до середины 70-х. Ну вот, про моды мы говорили в предыдущем передаче, да. Ну вот, что я еще добавлю, что в 67-м очень сильно поперло синтетик все эти вот нейлоны там, нейлоны лгот и рубаш и прочее, что, в принципе, сыграло очень печальную роль. С чем это был, Санкт-Петербург, успех советской лёгкой промышленности по освоению. И ПИС года это появился ремплен, вот были такие ремпленовые стюмы, которые не мялись, они были чёрные, речневые, там даже синие, они не мялись вообще, но штаны были почему-то прошиты еще строчкой. Вот раньше были армейские, и они очень интересно протирались. Вот кто носил из ветеранов, тот помнит, что они протирались не до дыр, а протирался вот там, где был цвет, например, вот внутренняя сторона ног, где они теряли свое название вверху, она протиралась до прозрачного состояния, то есть стиралась вот эта цветная часть, и было типа полиэтиленовый плен и нечто прозрачное. Вот таким образом эти ремпленовые стюмы, это было страшно неудобно, они все не дышали, но тем не менее... Но по цене это доступно было? Ну, конечно, Петловского сержанта слушали уже у нас самое продвинутое, опять же, веяние рок-н-ролла достигли Ирова уже с этого года, все бросились выпиливать рогатые гитары из-за пресса пила, там, пить на струны, но песней года, наверное, была все это и верти... Песня из фильма Вертиэль с Высоцким, и пели ее, если вдруг оказался вдруг. Вот, а это была музыка, это сентиментальная, унылая, дальше вот даже из наших-то, в отличие от мировых, и вспомнить нечего. Ну, вот такой в целом год был, ну, конечно же, и шок сезона, это «Оскрепленница», это и «Неуловимые мстители», вот вспомнить. Это было и недавно, и давно, и были времена, и, в принципе, все было, жить было, можно. Спасибо большое, до встречи в 1968-м, Евгений Петунин, историк. Да, это год очень, конечно. Краевец, руководитель музея Венгова. Оставивший зарубку нашей истории. Да, безусловно, да. До встречи, всего доброго.